всем привет мы снова в машине снова в пути и теперь мы направляемся в тарту по нескольким причинам одна из них лично одна из них рабочие мы об этом попозже об этом личном или рабочим попозже оба оба об этом попозже а сейчас на самом деле хотелось бы лично по грибы что ли да я хотела сказать что я планирую типа грибы для меня лично что-то другое пойдем в лес да мы пойдем в лес сказали что грибов нет но марина сама пойдет по грибы потому что это лично мы сегодня у нас было сегодня два выступления в таллиннском университете мы провели две мастерских каждый из них по 45 минут и вот на самом деле в этом видео именно хотела посвятить мало конечно 45 минут небольшое время этим выступлением до первое замечание первое замечание для нас для нас 45 минут ничто то есть мы за это время точнее нет мы можем я думаю основную суть за это время выложить но проблема в том что как бы учителям наверно получается им и мало этого мало и больше примеров приводить и рассказывать как что и почему эти когда вы в риге выступили тоже на samsung это school for future нам тоже сказала девушка организовывала вам надо было целый день давать да 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 к нам подошла организатор и сказала что вам нужно давать целый день это правда лучше недельку лучше недельку да первая мастерская у нас была которая посвящена была теме оценивания мы говорили о том каким образом можно непрерывно оценивать давать ученику обратную связь и чтобы учитель получал постоянно обратную связь по процессе учения и как отмечения автоматизировать как вручную не проверять вручную не проверять задание в ответ точнее не давать в ответы на бумажках когда автоматизировать так чтобы сразу ответы шли ученикам и результаты сразу шли бы вам лучше как учителю и так далее да и это эта мастерская была нацелена у нас на практическую деятельность у учителей были с собой лаптопы телефоны и планшеты у кого не было мы им раздали центр новоцовообразование предоставил нам такую возможность да по 30 человек был у нас в рабочей комнате да причем что в первой что во второй 30 человек принимал участие и в этой мастерской в ходе рамках этой мастерской мы предоставили для работы учителям три инструмента и мы выстроили свою мастерскую таким образом чтобы через эти три инструмента которые дают обратную связь как им так и нам а вот а потом как происходит данный момент процесс работы чтобы они об оценивании узнали не напрямую от нас а вот через работу с этими инструментами ну да мы там говорили про про оценивании в общем и конкретно про итоговое или суммирующее как это называется и формирующее оценивание в принципе ну мы хотели познакомиться с этими тремя инструментами достаточно популярными на наш на наш по нашему мнению кстати было сегодня очень сюрприз для нас большой что оказывается очень многие не знали больше половины кто из нам пришли не знали learning ups минимум половина не знали к ходу ну а про то как что можно с помощью google форм автоматически проверять ответы отправлять сразу ученикам результаты их работы по-моему вообще никто не знал это было очень интересно ну и конечно мы тему оценивания таковую но опять и через лекцию а именно через эти вот три инструмента то через trzy инструмента они познакомилисьstand как познакомились вкратце вели в курс себя формулирующие оценивание чем вообще роль оценивания и так далееon생 thateoo наша система формирующий оценивание вообще оценивание за кстати популярно поэтому актуально Поэтому, в принципе, это было такое хорошее обобщение, может быть, это оценивание. Ну и показать, как эти инструменты работают в практике реально. Вот и все. И так как у нас было именно 45 минут, то есть обыкновенный такой традиционный школьный урок, то вот в ходе этих 45 минут мы успели все эти три инструмента опробовать, обговорить, обсудить. И учителя сами были в роли учащихся. При помощи первого инструмента, Learning Cups, который мы невероятно обожаем, который, к сожалению, учителя порой воспринимают как игрушку. Ну и как худ, то же самое. Да, все верно. Для нас это, конечно, не игра. На самом деле, мощнейшие инструменты для того, чтобы поддержать учение, процесс учения, для того, чтобы поддержать автономность ученика, его самостоятельность, и чтобы у него появилась привычка брать ответственность за свое обучение. При помощи Learning Cups мы составили текст с пропусками. И вот этот текст с пропусками, он как раз-таки и, скажем так, была такая, как это, введение в новую тему, да, его можно назвать? Да, оценивание в общем. Это и была новая тема, в принципе. Это то, о чем мы должны были рассказывать, но мы представили эту часть при помощи Learning Cups, текста с пропусками. Ну, мы не хотели, у нас нет времени тоже. И времени не было, чтобы говорить об этом, верно. Они заполнили текст с пропусками, то есть они и читали, и себя уже проверили, насколько хорошо они владеют, понимают, или слышали, или знают эту тему. Затем второй инструмент у нас был. Это была обратная связь, в принципе, только... Слушай, я, наверное, Мария, слышишь, что хочу сказать? Да. Хочу сказать. В самом деле, вот они вроде Learning Cups, кто видел, большинство, к сожалению, не видели, ну и ладно. Но, в общем, мне вообще такое чувство, что одно дело им показать инструмент, а второе дело все его научиться им пользоваться, именно осмысленно, в нужное время и в нужном месте. Мне кажется, с учениками надо работать вместе, чтобы показать им, вот какой момент времени это для них засунуть и так далее. Да, все верно. Не всегда это просто. Я сегодня, кстати, тоже только подумала о том, что отдельно по этому инструменту нужно курс проводить. Можно провести. Не технически, не технически, потому что технически, ну, ничего сложного нет. И обучалки есть. А вот этот вот методический, что ли. Вот такой, который действительно позволяет ученику дать себе обратную связь. Такой, который позволяет и новую тему изучить. Конечно. И прошлый материал закрепить, который не для игры, хотя выглядит, визуально выглядит, как игра. Ну, в принципе, вот мы, наверное, сделаем с тобой курс, что как превратить там ленинговский кахут из инструмента для игры. Нормальный, серьезный инструмент для обучения. Так что ждите от нас курс. Курс готов. И приходите к нам учиться, да. Точно. И второй инструмент был, это кахут. При помощи кахута уже мы... Уже обратная связь идет и учителю о том, то есть нам шла о том, насколько хорошо обучаемый условий материал. И, безусловно, им. И теперь он уже видит даже то, как усвоили... Ученик уже видит, как усвоили и остальные учащиеся. Это такой игровой веселый момент. Юрий, например, использует этот инструмент кахут у себя на лекциях. И студентам это очень нравится. Когда ты делал кахут со студентами, как интересно... Тема была, по-моему, регулярная область, что ли. Регулярная область? То есть вопрос был один тот же. Является ли данная область регулярной там по оси Х или по оси ИГ, типа этого. Просто разные рисунки. И, конечно, это, по-моему, домашняя тема была. Да, они должны были дома. Ну, перевернутый класс. Идея под перевернутый класс. А, они смотрят у тебя весьма видео. Да, они должны были дома все про это прочитать. Ну, а я там просто это дело с ними. В какой-то момент просто проиграл, закрепил. И были люди, которые хорошо отвечали сразу же. Были люди, которые первые, два, три, по-моему, неправильно отвечали. Просто, по-моему, мне было 9 вопросов. Ну, вопрос один тоже был, более-менее. А рисунки разные? А, рисунки разные. И было видно, что количество ошибок все меньше и меньше становится. И последние все правильно ответили уже. Ну, вот я добил своего результата. Например, мы точно знаем, регулярно это область или нет. А потом, а это очень важно потом, если ты будешь интеллировать, как тебе там нужно это область делать на части. Так что это была важная вещь. Вот понятно, что цель этого кахута была не проверить, не проконтролировать, не оценить. Закрепить там то, что было дома и ошлифовать это. И спровоцировать на осмысленное действие на самом деле. Упс. Потом, мама? Да. Спросят? Да. Это твоя мама. Да. Окей. Потом позвоню, объясню, что мы видео записывали. Так. И третий инструмент. Вот после того, как мы эти два инструмента использовали. Третий. Мы использовали Google Form. Надеюсь, ты очень любит видео. Нет, я ей пошлю обязательно. Мы использовали Google Form и вместе с криптом Flubaru. То есть здесь уже обратная связь опять-таки идет и ученику, и нам. Но теперь уже учитель может поставить за это оценку. И здесь ответ приходит автоматом. Да, вот это вот автоматизированное действие. Главное, чтобы, ну, если ты используешь это, как можно сказать, Missing Value, как это называется, это по-русски. Подожди. Когда ты выбираешь ответ, да, из предложенных? А, закрытые. Да, вот. Закрытые вопросы. Да, вот. Закрытые вопросы очень просто сделать. Ты сам отвечаешь на свой же тест и указываешь, какие правильные ответы. А потом вот его берешь за основу и он прогоняет все ответы твоих студентов, отправляет им сразу результаты. И у тебя в Google Spreadsheet вторая страница открывается, где у тебя все твои студенты и их баллы. Вот и все. Очень удобная система. Я так делал в июне со своими студентами, потому что время в июне было проверять работы просто ноль. Там дипломные были, защиты, там вообще просто на этот тренинг на трафик было невозможно просто. И мы сразу же днем сделали, в вечерем результаты получили. И они рады. И результаты были нормальные. То есть в том смысле нормальные, что они были по сравнению с первой контрольной. Рядом ставишь, да более-менее одно и то же. Нет там таких катастрофических улучшений или ухудшений. Нормально. Ничего особенного. То есть достаточно адекватно. И сегодня наши участники также получили обратную связь, ответив на вопросы теста, которые мы для них заранее заготовили. И эту обратную связь, конечно же, получили мы. И вот таким образом сегодня за 45 минут используем три инструмента. Через Леникапс они ознакомились с новой темой. Через Кахут, скажем так, закрепили, усвоили. Обсудили. Обсудили самое главное. Задали вопросы. И уже Google форма как инструмент, скажем так, для контроля и оценивания. Можно ли использовать итоговое оценивание как элемент формирующего оценивания. Там, наверное, интересно было. Там люди, конечно, у нас дама сидела, которая сама формирующую оцениванием занимается в Эстонии, по-моему, книги писала. Да, всегда. А Магастаду закивала правильно. Молодь, естественно. Конечно, на это же. А там некоторые ответили, конечно, что нет. На самом деле можно. Это все в наших руках, на самом деле. Это такой интересный момент. Итак, мы рассказали вкратце о том, как сегодня прошла наша мастерская по оцениванию. Ну, в Эстонии кукуруза растет. У нас растет кукуруза. Можем показать даже на видео. Вот это поля кукуруза здесь слева. Так, и я думаю, что для этого видео хватит. Иначе оно будет слишком длинным. Может, еще пшеница показать эстон. Если у вас... Так, вот еще пшеница. Вот, это наша пшеница эстонская. Если у вас есть вопросы, оставляйте к этому видео. Если вам понравилось это видео, жмите лайк. Подписывайтесь на мой канал, если еще не подписаны. И до скорых встреч. Пока!